К следующей неделе тепло станет во всех квартирах Сургута. Здесь уже запустили отопление в 330 домах. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова проверила готовность муниципалитета к осенне-зимнему периоду. С рабочим визитом глава региона посетила первую и вторую котельные города. На каждом из этих объектов есть планы ликвидации аварии и схемы оперативного переключения оборудования, в том числе по переводу нагрузок. Отмечу, социальные учреждения начали обеспечивать теплом еще 5 сентября. Жилищный фонд с начала этой недели. В этом году городские тепловые сети провели ремонт магистральных и разводящих сетей, теплопунктов и самих котельных. Работы приняты Ростехнадзором Югры. Паспорт готовности будет получен в конце сентября. Если вы теоретически и по факту выполнения плана мероприятия справились с ними, значит будем считать, что это может быть, не дай бог, портмажорное обстоятельство. Ну а так, если я вас правильно понимаю, готовность предъявить к тому, чтобы подписан был акт, соответствующий у вас есть. Хорошо. Мамонт и Югры потерпели разгромное поражение в первом выездном матче серии. Он состоялся накануне в Новосибирске. Гостили подопечные Олега Таубера у сибирских снайперов. В первом периоде хозяева льда только один раз отыскали брешь в обороне Мамонтов. И случилось это за три минуты до перерыва. А вот второй игровой отрезок стал самым результативным. Снайперы настроили прицел и записали на свой счет три точных попадания. Югорчане на это смогли ответить лишь одним голом. Заключительный игровой отрезок подарил любителям хоккея еще две шайбы. Обе команды обменялись голами. Итог противостояния 5-2. У Мамонтов отличились Аваль Боисов и Матвей Насыров. В Октябрьском районе браконьеры наловили рыбы на 1 миллион рублей. 38 нельм, 169 пеляди, 532 щуки и еще больше двух сотен других рыб стали добычей трех местных жителей. Промышляли они на протоке Яндерское вблизи сельского поселения Каменное. Улов злоумышленники осуществляли на моторной лодке с помощью речного невода из Капрона. Отмечу, что такой способ добычи рыбы законодательством запрещен. На данный момент подозреваемые задержаны. По признакам преступления возбуждено уголовное дело. К слову, двое мужчин уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичных преступлений. Необычные танцевальные соревнования организовали в Лангипасе. В городе состоялся первый турнир по компьютерному спорту в дисциплине «Джаст Дэнс». Примечательно, что вместо хореографов номера участникам ставил роботизированный симулятор. На экране команды видели движение, которое необходимо было повторить. Специальная камера считывала совпадения и начисляла баллы за синхронность и темп. Попробовать себя в современном танцевальном направлении вызвались около сотни воспитанников творческих коллективов города. Эксперты отметили, что все участники отлично двигались. Однако, как оказалось, на таких соревнованиях это не самое главное. Здесь нужно выучить хореографию, нужно выучить именно амплитуду движений, которую считывает система. То есть здесь недостаточно просто вальяжно повторить те движения, которые показываются. Здесь нужна четкость, точность и амплитуда движений. Вот здесь амплитуды во многом многим не хватает, но в целом достаточно высокий уровень подготовленности именно хореографической, конечно же, прослеживающей. Субтитры создавал DimaTorzok